Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы о Денцовской телевидении делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся вместе разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни нашего Денцовского района. Сегодня, тем не менее, мы поговорим не только о нашем районе, мы поговорим о довольно крупном, в общем-то, крупнейшем мероприятии, которое затрагивает весь все Подмосковье, весь московский регион. Это губернаторская премия под названием «Наша Подмосковья», которая уже не в первый год проходит у нас в Подмосковье. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните, мы работаем для вас в прямом эфире и постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Андрей Андреевич Губанов. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Андреевич – член общественной палаты Московской области, как раз-таки в том числе человек, который непосредственно занимается многими организаторскими вопросами, связанными с данной премией. И, кроме того, сегодня у нас впервые Маргарита Алексеевна Савицкая в гостях. Добрый вечер. Маргарита Алексеевна, в свою очередь, куратор от премии в Одинцовском районе. Давайте вот с каких-то базовых моментов начнем. Не все наши зрители знают, что вообще такое эта премия, зачем она нужна. Андрей Андреевич, наверное, вот в первую очередь к вам этот вопрос. В этом году премии губернатора нашего Подмосковья исполняется пять лет. Пять лет назад губернатор нашего региона предложил поощрять материально гражданские инициативы жителей нашего Подмосковья, которые вносят своими добрыми делами, помогают нашему региону развиваться, вносят добрыми делами в каждом муниципалитете свой определенный вклад. То есть, получается, смотрите, это все-таки никакие не муниципальные там организации, ничего. Это действительно самые обычные люди, граждане, общественные организации, активисты, верно? Да, безусловно. Это даже, можно сказать, общественные организации тоже, безусловно. Но это обычная поддержка, обычные жители, которые своими добрыми делами, кто-то там занимается посадкой благоустройством своего двора, посадкой деревьев во дворе. Кто-то помогает ветеранской организации своего муниципального образования, кто-то помогает малоимущим детскому дому, который расположен в муниципальном образовании. Ну, вот такого плана. Кто-то занимается поисковыми, какой-то поисковые отряды занимаются по поискам в летнее время павших советских солдат. Может быть, даже не на территории Московской области, а где-то в Смоленске или в других местах, где шли ожесточенные бои. Но вместе с тем этот отряд базируется в Подмосковье. Членами его являются жители тех или иных муниципальных образований Подмосковья. Но в данном случае, смотрите, мы, получается, выделяем деньги для людей, которые вот только имеют некоторый проект, то есть они его еще не реализовали, и, соответственно, данные средства помогут им в реализации. Или это именно что поощрение за уже реализованный проект? Ну, премия дается за проект реализованный или находящийся в стадии реализации. То есть, если человек еще не имеет, только хочет реализовывать этот проект, ну, безусловно, он пока не может подать премию, так как она является именно поощрением активных жителей нашего региона. Довольно большая, получается, работа проводится. Если я не ошибаюсь, в прошлом году было порядка трех тысяч победителей. Да, безусловно, да. А, это все были частные лица или объединения людей в том числе? Ну, преимущественно, это были частные инициативы, но в том числе, если мы говорим на примере поискового отряда, безусловно, там человек подал проект, но от своей некой инициативной группы, объединения, так сказать. Смотрите, выходит, что, ну, три тысячи проектов, это огромное вообще количество, это только победители, получается. Из этого, понятно, можно сделать логичный вывод, что годами, практически годами в Подмосковье тысячи людей занимаются, в общем-то, волонтерской работой практически, да, в добровольных началах делают что-то красивее, лучше, современнее и так далее. А раньше были какие-то институты поддержки вообще этих людей или практически вот мы пять лет как начали активно поддерживать людей, которые пытаются что-то сделать? Ну, скажем, есть такое понятие, как грант, люди или общественные организации, преимущественно общественные организации, конечно же, подавали ранее проекты на президентские гранты, на какие-то другие гранты, которые давали в том числе благотворительные фонды, общественные организации, какие-то иные спонсорские организации. Но данная премия, она носит именно не грантовый характер. Грант – это когда вы написали проект для того, что вам необходимо получить определенную сумму денег на его реализацию. А здесь денежные средства даются именно людям, простым людям, которые, может быть, своими небольшими делами, но вносят свой вклад в развитие всего региона, точно своего муниципального образования и в целом глобально всего региона. Если я не ошибаюсь, по крайней мере, раньше для того, чтобы можно было получить статус соискателя премии, необходимо было самостоятельно подавать заявку. А есть ли какая-то внутренняя система поиска именно от организаторов данной премии, людей и организаций, которые действительно чем-то отметились в Подмосковье, но при этом сами заявки не подавали? Нет, вы знаете, мы информируем жителей. Совет по присуждению ежегодной премии губернатора активно информирует жителей Подмосковья. Стоит отметить, что подать заявку и принять участие в конкурсе может житель Подмосковья. То есть получить премию может только житель региона, имеющий регистрацию или имеющий временную регистрацию на территории Подмосковья. Или постоянную, или временную. Совет никого не ищет. Это премия губернатора, еще раз, за добрые дела, которые делают люди. То есть мы информируем о том, что есть такая премия, и все желающие могут подать заявку. Никого, конечно же, мы не ищем. Это не совсем правильно и не входит в положение премии губернатора. Ну и кроме того, насколько я понимаю, если у нас было 3000 победителей в прошлом году, действительно желающих получить эту премию немало. Да, год от года количество желающих растет. В том году около 25 тысяч было зарегистрировано проектов. Безусловно, люди подают порой не один проект, они делают несколько каких-то инициатив своих гражданских и заявляют о них. А можно ли привести конкретно пример, Маргарита Алексеевна, наверное, к вам вопрос. Конкретно вот в нашем Одинцовском районе что-нибудь из проектов прошлых лет, которые сегодня на слуху, возможно, которые что-то сделали лучше, красивее в нашем районе? Да, есть такие проекты. То есть каждый год они развиваются. То есть, например, это проект Артюхина и Оксаны, это супермамочки. То есть в этом году они открыли комнату матери и ребенка. То есть их проект развивается с каждым годом и в дальнейшем развивается. Ну понятно. А сама по себе это комната что собой представляет? Я так понимаю, что-то для начинающих со всей матерей, которые вот у первого ребенка... Ну да, там специальное оборудование, то есть могут прийти родители. То есть очень часто приходишь в учреждение какое-то и там нету совершенно условий для матерей с детьми, для родителей, которые приходят, естественно, с ребенком. То есть они приходят, там специально оборудованные помещения, могут прийти, переодеть ребенка и... А это непосредственно проект, я так понимаю, также существующий уже некоторое время. Соискателями они стали уже, как мы с Андреем Андреевичем говорили, уже после того, как проект был реализован, верно? Да. Давайте немножко про организаторскую часть вопроса поговорим, про организационную. На сегодняшний день у нас заявки, я так понимаю, открыты, их принимают. А где это можно сделать? Ну, понятно, в интернете мы сейчас об этом отдельно поговорим, потому что тема довольно большая. А если нет возможностей, или, например, пожилой человек, который не умеет пользоваться интернетом, да? Может ли он где-то это в письменной форме, например, представить? Да, да. То есть у нас на территории Одинцовского района открыто 17 пунктов приема заявок. Это 16 поселениях и один пункт приема, еще два пункта приема всего в Одинцово находится. То есть житель приходит, его там консультируют, дают анкету, он может ее заполнить вручную, вот, может на компьютере, и потом уже приносит пункт приема, и мы уже оформляем его и размещаем на сайте. То есть подаем от него проект. То есть своего рода консультации работают люди, которые, возможно, как я уже говорил, не умеют, или достаточно хорошо пользуются интернетом, им помогают все это сделать, правильно оформить. А где можно посмотреть полный список адресов, предположим, или телефонов для связи? Пункт приема заявок мы размещаем еженедельно в газете «Одинцовская неделя», и также он размещен у нас на сайте администрации, официальном сайте. И в средствах массовой информации. Да, и в средствах массовой информации, да. А данные пункты, они ни в каким образом не мобильны, они постоянно стационарно располагаются и работают постоянно. А ежедневно? Да, о, нет. Нет, точнее, по будням это с 9 до 6. С 9 до 6, ну, практически целый день. Да. То есть удобно и перед работой заехать, и после работы, если классическая графика рабочая верна. Да, да, да. А Андрей Андреевич, понятно, с Одинцовским районом, ну, вы работаете с заявками и проектами по всей Московской области. Что-нибудь яркое, действительно интересное могли бы нам рассказать? Ну, безусловно, проектов очень много. Если интересных, ярких, собственно говоря, они все являются победителями премии губернатора. Ну, из каких-то таких проектов, которые мне запомнились, это проект Юлии Захаровой, жительницы города Звенигород, которая в 2015 году подала проект на премию губернатора. И заключался он в том, что она хотела в городе открыть детскую площадку для детей, которые ограничены здоровьем, детей инвалидов. Она разработала проект, сметную документацию, подала его на премию, получила премию. И в 2016 году ей удалось за собственные денежные средства привлечь часть денежных средств в премии, добавить и открыть детскую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну, я так понимаю, для этого сразу земля была выделена местным муниципалитетам? Нет, она разработала проектную документацию, приобрела на денежные средства площадку и подарила ее городу. Частная инициатива, практически. Да, это частная инициатива. Мы обсуждали с главой города долгое время, поскольку подарок был такой неожиданный для администрации городского округа Звенигород. Обсуждали вопрос, где ее разместить. Необходимо было мягкое покрытие. То есть, ну, процедура была достаточно небыстрая в ее установке. Это где-то полгода заняло. Но вместе с тем человек подарил детскую площадку городу, фактически ее поставили в конце концов. Сразу немножечко хотелось бы уточнить. Я так понимаю, что была проведена экспертная оценка, соответственно, самих этих форум игровых и так далее. То есть, ничего там опасного для детей нет? Ну, конечно. Все, не какие-то там хотелки? Это реально профессиональное? Нет, это реально профессиональное оборудование, которое человек приобрел на заводе. Вот как детские площадки в городе Одинцово стоят же, достаточно красивые, благоустроенные дворы. На них стоят определенные площадки, которые сделаны не кустарным способом. Здесь точно так же человек приобрел детскую площадку, просто она именно, детский комплекс именно предназначен для детей с ограниченными возможностями. То есть, там можно заехать на коляске, на пленые качели, на другие спортивные некие инструменты. И там поиграть, на этой площадке. Данный проект, он в основном направлен, у нас порой дети же здоровые, немножко как-то порой недопонимают детей, которые чем-то отличаются от них. И данный проект, он, собственно говоря, понравился совету по присуждению, он рекомендовал его губернатору нам поддержать. Потому что, действительно, таких площадок практически нет. На них дети могут заниматься как здоровые, так и с сопленными ограничениями. Довольно интересную тему вы затронули насчет как раз-таки того, что есть все-таки некоторая граница, особенно, знаете, в определенном возрасте, когда дети еще не вполне понимают, что, да, человек отличается. Это не означает, что он не человек или что он какой-то хуже или лучше, да, что он такой же. Есть даже проект, который направлен на изменения данной ситуации, играем вместе, возможно, слышали. Вот если брать конкретно этот пример, это, конечно, к премии не относится, но, тем не менее. Не знаете, а там обычные дети играют? Да, там можно, этот детский комплекс, он рассчитан как на здоровых детей, но в том числе и можно заниматься на нем, там, на качелях качаться ребенку, который может приехать на... Ну вот, то есть, получается, у них там определенная еще и кооперация идет? Да, да, это именно вот в том ключе. То есть, не только там детишки могут играть с ограниченной возможностью, а именно и здоровые дети, и дети с ограниченной возможностью. Таким образом, у них выстраивается коммуникация еще с детства вообще. Да, то есть, получается, в конечном счете, не просто для детей с ограниченными возможностями здоровья, у них, наконец-то, появилась возможность просто побыть детьми, да, в том числе и социализация происходит? Да, да. А если можно, давайте перейдем конкретно к вопросам премии этого года. Есть ли какие-то принципиальные изменения в организационных вопросах или в проведении от 16-го, предположим, года? Ну, безусловно, с каждым годом премия набирает определенные обороты, совет по присуждению выезжает, общается с жителями в каждом муниципальном образовании, принимает пожелания, обращает внимание на некоторые неудобства, которые возникают при подаче проектов у соискателей. Общаясь с ними, мы приняли решение в этом году изменить формат премии и разделить ее на категории в зависимости от количества участников проекта. Как я говорил ранее, проект, допустим, поискового отряда состоит из достаточно большого количества участников, там, может быть, 5-10 участников, 30-50. А автор книги, который, к примеру, рассказывает о истории возникновения Одинцовского радиона, какую-то краеведческую работу отражает в данном произведении, он является одним. И раньше, если мы говорим о третьей степени получения премии, поисковый отряд получал одну денежную среду, одну сумму 50 тысяч рублей. И автор книги получал третью, если получал третью степень категории премии, тоже получал такие же денежные средства. Безусловно, это несправедливо, поэтому мы в этом году внесли категории. Теперь, если человек является автором книги или выполняет какую-то добрую работу, направленную на развитие Одинцовского района, он заявляет свою инициативу, как Один регистрируется на сайте нашеподмосковья.рф и рассказывает о своем проекте. Если участников, которые реализуют данный проект, больше 16 человек, это уже команда, категория команды. Если объединение 51 человек и больше, до 100, то это уже категория называется объединение. Ну и самое большое это сообщество, где более 100 участников данного проекта, которые его реализуют, соответственно, денежные средства, они получают значительно больше. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о губернаторской премии «Наша Подмосковья». Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните. И тем не менее, несмотря на то, что мы сегодня говорим о премии, любые ваши звонки наши сегодняшние специалисты также обрабатывают и передают в нашу общественную палату нашего Одинцовского муниципального района. ЖКХ, культура, спорт, что угодно. Звоните. Будем вам рады. А если вернемся мы к организации этого года, Маргарита Алексеевна, наверное, к вам этот вопрос в первую очередь на сегодняшний день. Напомните, пожалуйста, сколько у нас уже подано заявок? Всего подано 193 заявки и на сайте премии уже зарегистрировано 885 жителей от Одинцовского района. Это как раз то, о чем мы говорили с Андреем Андреевичем. Есть объединение и коллективы большие, которые одну заявку при этом подают, правильно? Ну, подает заявку один человек, остальные люди должны зарегистрироваться на сайте и уже присоединиться к этому проекту. А до какого числа открыт прием заявок? Прием заявок открыт до 24 июня и человек может присоединиться к проекту до 9 июля. В принципе, довольно мало времени уже осталось. Андрей Андреевич, по поводу интернет-регистрации. Давайте пару слов все-таки вы тоже скажете. А как это вообще выглядит? Насколько это сложные процедуры? Ну, для того, чтобы зарегистрироваться и стать соискателем премии, необходимо зайти на сайт нашеподмосковья.рф, оставить свои данные и электронную почту. После этого приходит письмо на электронную почту. Кликнув на него, проходит процедура подтверждения, актуализация. После чего необходимо заполнить профиль, создать профиль. На создание профиля у человека занимает немного времени. Там необходимо внести информацию о себе, может быть, ссылку на социальную сеть, свой телефон. После чего профиль проходит модерацию. Такая модерация занимает порой до трех дней. Поэтому хотелось бы обратить внимание жителей Одинцовского района, что откладывать на последний день все же, наверное, не стоит. Как минимум необходимо зарегистрироваться на сайте нашеподмосковья.рф и создать там профиль, что позволит впоследствии без труда подать проект ближе к 24 числу. При этом подача самого проекта, модерацию не проходит. Она тоже проходит, но если вы будете создавать профиль, и это займет, в последний день решите подать проект. Порой кто-то готовит проект в формате вордовского документа у себя на компьютере, собирает какие-то фотографии, документы, подтверждающие свое участие в данном проекте, сканирует какие-то документы и подает, как правило, по статистике в последние дни и сайт наш в Подмосковье, сайт премии загружен, огромное количество желающих у нас по статистике подает в последние дни подачи заявку. Соответственно, в данном случае необходимо все же сначала зарегистрироваться на сайте и можно в последний день подать заявку, но создав профиль уже сейчас. Ну, откладывать в любом случае не стоит. Если проект есть, то, наверное, уже пора. Пора. Скажите, пожалуйста, изменился ли каким-либо образом формат присуждения наград непосредственно и сколько вообще победителей в этом году ожидается? Количество победителей сократилось. В том году их было 3000 человек, в этом году 1818. При этом стоит отметить, что сумма денежного фонда премии не изменилась. Она составляет 180 миллионов рублей. Изменения связаны с тем, что мы разделили количество категорий, да, и то есть проект, поданный, допустим, в категории «Команда» минимально получает 150 тысяч рублей. Проект, поданный в категории «Инициатива» получает 50 тысяч рублей минимально. Ну что же, в прошлом году, можно сказать уже с уверенностью, премия «Наша Подмосковья» действительно очень масштабно, очень крупно прошла, в том числе Одинцовский район, там конкретно так отметился, количеством и качеством поданных работ. Я сейчас предлагаю вам посмотреть, вам и также нашим зрителям, материал моей коллегии прошлого года. Вообще, окинем взглядом, что у нас было, и попробуем представить, что будет в этом уже году. Премия «Наша Подмосковья» состоит из трех этапов. Подача заявок, их рассмотрение и награждение победителей. Каждый проект оценивается по нескольким критериям. Соответствие целям конкурса – социальная эффективность, достигнутые результаты, практическое применение, новизна и затраченные ресурсы. На защиту презентации каждому сыскателю премии отведено по 2-3 минуты. За это время члены комиссии задавали вопросы автору работы. Сегодня максимальная явка, которая была за все три дня. Все три дня мы слушали проекты с коллегами жителей Одинцовского района, которые были поданы на сыскание премии губернатора. Все проекты, безусловно, разные. Есть очень яркие проекты, которые мы донесем до Совета по присуждению премии, чтобы в последующем они получили ту или иную оценку. В этом году на премию «Наша Подмосковья» от жителей района в 10 номинациях подно 3234 заявки. В номинации «Гражданская инициатива» авторы представили 210 проектов. В их числе две работы жительницы Одинцова Тамары Гульбиной. Главная цель одного из ее проектов – помощь многодетным семьям в приобретении спортивного инвентаря для детей. Еще один взыскатель на губернаторскую премию – руководитель движения «Зеленая волна» Виктория Степанова. Ее команда готова воплощать в жизнь экологические решения, направленные на улучшение качества жизни в Одинцовском районе и Подмосковье. Раньше в «Зеленой волне» было три человека, а сейчас в ее рядах свыше 50 активистов. Все проекты должны, в первую очередь, они носят общественно-социальную нагрузку, общественно-социально значимую и направлены именно на ту категорию людей, которая востребована, для которых они имеют значение и для которых они и делаются. Ну а для тех авторов, кто не успел презентовать работы в своем муниципалитете, есть еще одна возможность сделать это. 20 и 21 сентября в Доме правительства будут проходить дополнительные дни защиты проектов премий «Наша Подмосковья». Ну что ж, довольно крупное мероприятие. Действительно, я бы только хотел уточнить еще раз для наших зрителей, архив «Плашка» была не просто так, это старый материал прошлого года. Соответственно, все данные, которые тогда приводились, это данные 2016 года. В этом году у нас все несколько иначе, и сейчас, тем не менее, мы все-таки некоторую ретроспективу сможем провести и понять, что изменилось. А в нашей студии новый гость Алена Викторовна Патрен. Добрый вечер. Здравствуйте. Алена Викторовна, член общественной палаты нашего Одинцовского района. И я так понимаю, вы нам очень много можете рассказать про то, как в прошлом году, вот с точки зрения наших общественников, активистов и индивидуальных проектов, вообще все это проходило. Правильно? Да, у нас от общественной палаты подавалось 78 заявок, 18 человек получило премии. И в прошлом году у нас самое большое было по Подмосковью подача заявок на премию Подмосковья. Это 144 заявки. То есть в целом район, общественная организация, активисты и обычные индивидуальные проекты, они действительно преобладали на премию. Верно? Да. Знаете, что мне бы хотелось понять. У нас действительно есть прекрасные примеры. Вот сейчас Андрей Андреевич нам рассказал про детскую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это вещь довольно, скажем так, долгоиграющая. Это не площадка, которую привезли, поставили, там, пофотографировали, увезли. Правильно? А есть ли вот подобные примеры именно у нас в Одинцовском районе? Вот, например, не так давно ваши коллеги у нас присутствовали в студии, рассказывали про акцию «Я бегу, ребенку помогу». А если я не ошибаюсь, это ведь также проект, который был подан на премию в прошлом году. Да. В прошлом году мы его подали. Мы провели в прошлом году этот забег первый раз. Он понравился администрации города. Да, давайте напомним, это благотворительный забег. Это благотворительный забег, который мы собираем деньги на деток с проблемами, у которых какое-то заболевание, с ограниченными возможностями. Мы работаем совместно с организацией «Мир детям». Потому что как общественники мы не можем собирать средства, а «Мир детям» у них есть такая возможность. Родители получают от нас средства, и потом отчитываются по чекам, кто на что потратил деньги. Все подконтрольно. Насколько организаторам эти средства пригодились? Они как-то применялись для, возможно, увеличения масштабности мероприятия? Что-нибудь подобное? Нет, нет, нет. Средства, которые собираются на забеги, идут строго на детей. Я имею в виду непосредственно средства с премием. Да. Мы изготавливали медали на эти средства. То есть такой был будительный мотив для участников мероприятия. У нас были спонсоры, которые активные граждане, которые неравнодушны с активной гражданской позицией, нам помогают. Мы даже ни о чем не просим, они сами предлагают свою помощь. Алена Викторовна, как районный общественный деятель, вы можете некоторую динамику вывести? Больше людей участвуют в премии? Меньше? Может быть, какие-то конкретные номинации все больше и больше интерес вызывают у наших жителей? Ну, смотри, спортивный интерес присутствует, это однозначно. Когда кто-то получает премию, другие тоже очень идейные, креативные, думают, почему я не могу, да? И они начинают участвовать. У нас за этот период мы создали клуб партнеров. Сначала они у нас участвовали в акселерационной программе «Социальная инновация», которая курировала агентство стратегических инициатив. А потом так случилось, что участвовали в премии «Подмосковье» и саккумулировались в клуб партнеров. И вот эти предприниматели самые активные сейчас нам помогают в нашей общественной деятельности. Они также сейчас сфокусировались на молодежи, создали клуб «Профессиональный мой выбор» и детей профилируют по профессиям. Приводят на свои предприятия, делают экскурсии. Ни для кого не секрет, что наши дети, когда растут, взрослеют, они не могут сориентироваться, чем бы они хотели заниматься. И вот эти предприниматели взяли на себя эту ответственность, приглашают на экскурсии, знакомят. И тогда уже ребенку проще сориентироваться в этом мире. То есть, другими словами, получается, что помимо непосредственно основной функции данной премии поощрения людей, которые чем-то себя действительно проявили, чем-то заслужили это денежное поощрение, кроме этого, для этих людей это еще и возможность заявить о себе и завести полезные связи, верно? Безусловно, это очень... Вот когда сидишь на презентации проектов, надо обратить внимание, что, кстати, в этом году одним из изменений является обязательная презентация проекта его авторами. Люди, когда сидят, ждут своего очереди для того, чтобы презентовать проект, они слушают проекты других жителей своего муниципального образования, где они живут, где они реализуют свои те или иные добрые дела, свои инициативы, они знакомятся, я многократно был свидетелем этого, берут контакты и впоследствии стараются уже совместно реализовывать те или иные планы, которые у каждого из них есть. Мы сейчас продолжим эту тему, давайте примем звоночек от нашего телеврителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Алло. По всей видимости, сорвался звонок, уважаемые зрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о премии «Наша» в Подмосковье, но, как всегда, принимаем любые ваши заявления, заявки в нашу общественную палату нашего Одинцовского района. Наш телефон 508-86-84, звоните. Андрей Андреевич, мы с вами говорили по знакомствах, полезных знакомствах, которые участники премии также там заводят. Ну, понятно, понятно, все это здорово. Мне бы хотелось, знаете, что понять и уточнить. Насколько я понимаю, раньше многие наши жители, не только Одинцовского района, но вообще Московской области, подавали несколько заявок, несколько проектов представляли и так далее. Жаловались ведь люди, что у них, соответственно, таким образом получается у кого-то больше возможностей к получению наград и так далее. Нет, вы знаете, это совершенно не так. Один, каждый участник, который подавал, действительно, раньше можно было подать одному участнику, зарегистрированному на сайте, любое количество проектов. Действительно, общественники порой делают не одно дело, а много. Занимаются теми или иными проектами, порой у кого-то их там 3-5. В этом году мы приняли решение, поскольку победить все равно мог только один, один раз один человек в одной номинации, и получить только одну премию, вместе с тем он подавал 5 проектов, совет по присуждению премии рассматривает все эти 5 проектов, то мы в этом решили в году изменить немножко правила, и каждый человек может подать теперь только один проект, потому что мы уверены, он выберет участников премии, соискателей, выберет самый значимый проект, которому удалось добиться самых больших успехов. — Скажите, а может ли он при этом состоять? — Нет, он может подать только, я понял, о чем вы хотите спросить, он может зарегистрироваться на сайте, либо присоединиться к инициативной группе, в которой он состоит и реализуют они один проект, либо подать свою инициативу и выступить со своим проектом. — Ну что же, очевидно, нас в этом году ждет очень интересная борьба, проектов довольно много, насколько я понимаю, даже по сравнению с прошлым годом, который сам по себе был немаленьким, в количестве заявок и так далее. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами увидимся, у нас уже будут конкретные результаты, и, возможно, даже какие-то не только конкретные результаты данной премии, но и реализованных уже проектов, которые сделали чью-то жизнь лучше, веселее и правильнее. Спасибо, что приезжали к вам сегодня. — Спасибо, Слава. Уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о губернаторской премии «Наша Подмосковья», которая, если я ошибаюсь, в пятый раз уже проходит, вы сказали. Юбилейный, в общем-то, будет в этом году выпуск. Будем, конечно же, следить, и мои коллеги из информационной службы новостей, разумеется, будут вам рассказывать, как премия в этом году проходит. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, звоните, наш телефон 508-86-84. Работает этот телефон в течение всей недели. Или же вы можете сразу напрямую обращаться в общественную палату Одинцовского муниципального района. На их официальном сайте имеется весьма удобная форма обратной связи. И там же имеется адрес электронной почты. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся.